Итак, апостол Павел и его соратники продолжают и, собственно, уже завершают свой первый миссионерский поход в 1948-1949 годы. И они возвращаются, 21 стих 14 главы, проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию. Это вот Антиохия Писидийская, о которой уже говорилось в 13 главе, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. И они завершают этот цикл основания новых церквей. Вы помните, что цикл основания новых церквей начался с проповеди, начался с того, что Божий Дух начал работать в этих городах. Люди каялись, причем каялись совершенно неожиданные люди, язычники, кто-то каялся, кто-то завидовал, людей в основном завидовали. Образовывались общины, образовывались группы верующих людей, группы христиан, образовывались поместные церкви, новые поместные церкви. 23 стих. Рукоположив же им пресвитеров, к каждой церкви они помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали. Обратите, пожалуйста, внимание на этот момент, это тоже очень важный момент, как раз в связи с тем, о чем мы говорили в конце нашей прошлой беседы. Обратите, пожалуйста, внимание, что они совершают молитву с постом и они предают эти церкви Господу. Они фактически отпускают эти церкви. Да, они потом приедут посмотреть, как идут дела. Да, потом Павел будет писать послания этим церквям, письма этим церквям и будет наставлять их, когда дела будут идти не очень хорошо. Но вот этот момент предания церкви Господу, этот момент очень важен. Во многом это момент доверия. Кому-то из нас действительно приходилось или еще придется по жизни основывать церкви, потому что Господь нас в этом поведет. И потом в какой-то момент мы предаем эту церковь Господу и мы говорим, Господи, Ты силен о ней позаботиться. Но даже тем из нас, кому это не приходилось делать, все равно знакомо ощущение, знакомо переживание, когда мы что-то или кого-то предаем Господу. Моя дочь выросла, и я не всегда с ней согласен. Я не всегда понимаю то, что она делает. Ее статус в Фейсбуке меня иногда напрягает. Я думаю, как ты могла такое написать? Это же не по-христиански. Это вообще нехорошо. Вот я в твои годы, потом ее вдруг соображаю, а что я делаю в ее годы, начинаю краснеть и как-то замолкается, само замолкается. Но происходит еще одна вещь. Говорю, Господи, Ты знаешь, я не могу охранять от всего и сохранить от всего свою дочь. Ты знаешь, это не в моей силе. Но Ты силен. Ты можешь. Мы предаем своих детей Тебе, Господи. Мы посвящаем их Тебе. Это не просто слова. Это осознание того, что мы доверяем Богу. Что в какой-то момент мы перестаем держаться за детей и держать их. Мы доверяем. Богу. Это бывает в отношениях с детьми. Это бывает в отношениях с теми людьми, которые через нас покаялись. Он отправился в свободное плавание. Нет, это не свободное плавание. Он живет, исполняя волю Божию. Я отпущу его. Я отпущу этого своего ученика, потому что доверяю Богу. Мы предаем им Господу. Потом, пройдя через Песидию, пришли в Памфилию и, проповедав слово Господне, в Пергии сошли в Аталию. А оттуда отплыли в Антиохию, обратно, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз двери веры язычникам. И пребывали там немалое время с учениками. Они приходят в церковь, которая их послала на миссионерское служение, которых направила на миссию. Рассказывают церкви о том, что Бог совершал через них. И самое важное в этом, что Бог открыл двери язычникам. 49-й год по Рождеству Христову. И вот мы с вами подошли к посланию к Галатам. И здесь все не так просто. Существуют две теории, две гипотезы. Я не буду в это ударяться здесь, не буду в это уходить здесь. Возьмите книжки, например, уже достаточно старые, но стала ставшая классической книжкой. Гатри, «Видение в Новый Завет», где это все подробно расписано, описано. Существуют две гипотезы, две теории о том, кому написано это послание. Кто же такие Галаты? Вопрос, кто такие Галаты в послании к Галатам, это совершенно непраздный вопрос. Есть так называемая северная теория, так называемая южная теория. Вот согласно одной из этих теорий, Галатия это и есть, под Галатией понимаются как раз те места, страны галатийские, которые проходит апостол Павел в конце своего первого миссионерского похода. Потом эта Галатия будет упомянута в начале 16 главы «Деяния апостолов», когда Павел и Варнава решают снова посетить те церкви, в которых бывали уже раньше. И вот если южно-галатийская теория верна, если послание к Галатам написано именно к этим людям, именно в эти провинции, тогда датировка этого послания и окажется где-то 49-м годом, то есть после первого миссионерского похода. Есть и другая теория, потому что есть еще одно место под названием Галатия, это римская провинция Галатии, так называемая северогалатийская теория, по которой послание к Галатам написано уже существенно позже, около 60-го года нашей эры. Существуют различные доказательства, аргументы в пользу и той, и другой теории, и в соответствующих научных книжках вы эти аргументы можете найти. Сама ситуация, когда есть две страны или две провинции с похожими названиями, или два региона с похожим названием, но в одном случае это название провинции, а в другом это популярные номинования, народные номинования. Эта история не новая, эта история не новая. Я лично помню себя в детстве, я постоянно путал Белгород и Белград, вот, ну, я понимаю, что, наверное, не один путал, но я потом встречал американцев, которые, вот, когда человек говорил, я из Белгорода, вот, решал, что вот это Белгрейд. А это, говорит, вот, был свидетелем разговора, после того, как шла война в Югославии, человек говорит, я из Белгорода, ой, говорит, вас там бомбами не задело. Ну, человек просто перепутал два города совершенно разные. Вот, но для нас это в данном случае не столь важно. Для нас важно вот что. Апостол Павел, наставляя те церкви, в которых был, те церкви, в которых раньше он нес служение, которые основывал, начинает писать им письма. Это эпистолярный жанр, жанр, очень распространенный в то время. По поводу писем, по поводу эпистолярного жанра мы с вами подробно говорили во время курса метода изучения священного писания. Напомню, что письмо пишется обычно в ответ на какие-то конкретные обстоятельства. И читая письма апостола Павла и других авторов священного писания, мы фактически слышим только одну сторону вопроса, одну сторону разговора. Другую сторону нам нужно, бывает, реконструировать, восстанавливать. Послание к галатам, письмо к галатийским церквям, одно из самых, ну, скажем так, эмоциональных посланий. Послание апостола Павла. Одно из самых бурных посланий апостола Павла. И кажется, что послание к галатам никакого отношения к нам не имеет. Вот почему. Вы помните, как иудеи сопротивлялись вообще возможности покаяния язычников. И вот очень быстро в галатийских церквях появились учителя, которые говорили, что сначала покаявшийся язычник должен стать иудеем. Он сначала предпринимает иудаизм. И потом уже, пройдя через иудаизм, в данном случае пройдя через обрезание, он может стать христианином. Путь ко Христу лежит через иудаизм. Кажется, что для нас все это совершенно не актуально, потому что вопроса этого перед нами не стоит. Мы понимаем, что путь ко Христу прямой, открытый. Зачем нам тогда послание к галатам? На самом деле все гораздо сложнее, все гораздо интереснее и все гораздо актуальнее. Давайте представим себе благочестивого и при этом покаявшегося еврея. Еврея, который принял Иисус Христа. Быть евреем в то время, особенно в языческих странах, было делом весьма непростым. Евреи составляли меньшинство. Евреи отличались от всех остальных. Если и сегодня евреи гордятся своим еврейством, то тогда это ощущение гордости, это ощущение особенности, это ощущение избранности было еще больше. Я представлю себе, что я вот такой еврей, который наставлен в отеческом законе, который 20, 30 или 40 лет своей жизни прожил в совершенно чуждой языческой культуре, защищая свою особенность, который смотрит на язычников как на, в лучшем случае, бедных людей, а в худшем случае людей второсортных. И вот ему, этому самому еврею, открылась христианская весть. Смотрите, он понял, что Мессия, которого ждал его народ на протяжении столетий, пришел. Он понял, что мессианская надежда осуществилась. Он понял, что Царство Божие возвещается. Иудеизм, который шел к этому моменту на протяжении долгих-долгих веков, а то и тысячелетий, наконец пришел к своему логическому осуществлению, логическому завершению. Поставлена некая точка. Ну и иудаизм, может быть, шел к этому моменту тысячелетия или полтора тысячелетия. Наш иудей шел к этому моменту 20, 30 или 40 лет жизни. И, наконец, он получил вожделенное. Он получил желаемое. Сколько лет он себя ограничивал. Сколько лет он старался быть праведным. Сколько лет он погружался в закон Моисеев. Сколько лет он углублялся в творение отцов, в творение тех людей, которые шли до него. Потом приходит в церковь. А теперь он смотрит. А рядом с ним в церкви язычник необрезанный. Еврейского языка не знающий. Ветхий завет не читавший. К праведности не стремившийся. В иудаизме не пребывавший. Тот, на которого он до сих пор смотрел как бы сверху вниз, как на человека второго сорта. И этот язычник, к тому же, называется братом. Господи, значит, несправедливо. Господи, смотри, как я подвязался. Помните, как старший сын, да, когда блудный сын возвращается и говорит, папа, ты посмотри, я вот тут на тебя работал, я на тебя решачил, а ты тут вот его принимаешь так. Вот этот синдром старшего сына проявляется снова и снова. Что-то надо по этому поводу делать. Ну, не может быть, что эти язычники, не пострадавшие, ничего не пережившие, вдруг вот так берут и спасаются. Ну, ладно. Ну, понятно, что они спасутся. Но это Иисус наш, Мессия. Иисус ответ на наши ожидания. Иисус пришел ради нашего народа. Ну, пусть он, по крайней мере, сделает самую малость. Пусть он станет, как один из нас. Пусть он сначала пройдет обрезание, вот тогда мы его примем. И тогда мы предположим, тогда мы допустим, что он тоже спасенный, тоже оправданный человек. И вы знаете что? Этого иудея вполне можно понять. Чтобы понять его еще лучше, а большинство из вас, христиане, уже, в общем-то, с большим стажем. Вы не первый год во Христе. Чтобы понять его еще лучше, подумайте вот о чем. Представьте себе, что вы, вот уже не первый год во Христе, и вдруг в вашу церковь пришло большое число людей, которые вот пламенные христиане, которые вот только что уверовали, которые, ну, совершенно еще, вот, младенцы во Христе, и вдруг эти люди там начинают, я не знаю, в прославлении участвовать, какие-то служения в церкви начинать, какими-то еще делами заниматься. Я уверен, что хотя бы на минутку у каждого из нас появится мысль. Подождите, подождите. Мы-то тут вот сколько трудились. Как вы можете вот нас опередить? Как вы можете прийти ко Христу вот так, сразу и резко? Ну, если и это в вас не колышет такого, скажем так, ощущения, что да, я понимаю, да, во мне такое тоже бывало. Подумайте над самым убойным вопросом из этой серии. Вот вы всю жизнь живете христианской жизнью, вы живете по-христиански, вы служите Господу, вы служите людям, все здорово. А вот человек покаялся за две минуты до смерти. То есть всю жизнь он жил как ему угодно. Кстати, почему-то всегда предполагают, при этом, что ему было особенно весело. Нет, я этого не предполагаю в данном случае. Он просто жил как ему хотелось. И за две минуты до смерти взял и покаялся. Хай несправедливости. Он будет в небесах. И вы будете в небесах. И при этом равноправными. Ну, может, у вас венков будет больше, венцов, я, конечно, не знаю. Разберемся, посмотрим. Да, но в небеса он тоже попал. Чего же я всю жизнь мучился, скажет кто-то из нас. Кстати, если он вдруг так скажет, что же я всю жизнь мучился, его можно спросить, подожди, то есть что, по-твоему, христианская жизнь, это мучение, что ли? Понимаете, насколько тут навороченный, насколько тут сложный вопрос. Это вопрос, на самом деле, покаяния тех, кто пришел ко Христу, не так, как мы. Но он тоже пришел ко Христу. Покаяние тех, кто может быть не похож в чем-то на нас. А язычники были действительно не похожи на иудеев. Покаяние тех, кого тоже принимает Бог, но при этом мы не готовы их принять. вопрос послания к галатам – это не только вопрос обрезания, но и более глубокий, более серьезный вопрос. Готовы ли мы принимать тех, кого принял Бог? Причем принимать их, безусловно, на Божьих условиях. Готовы ли мы принимать тех, кого принял Бог, но принимать их, безусловно, на условиях, которые выставляет сам Бог? Или мы говорим, «Недорогой, что бы тебе стать христианином? Ты должен сделать еще то-то и то-то и то-то». Вот, собственно говоря, друзья мои, основной вопрос послания к галатам. Давайте откроем, у кого есть с собой сегодня Библия, послание к галатам. Это письмо, замечательное совершенно письмо, неистового Павла. Потому что его откровенно достало то, что он там увидел. Я буду сегодня читать это письмо конкретно по переводу «Радостная весть», по целому ряду причин. В переводе «Радостная весть» более проступает именно личное отношение Павла к тому, что здесь происходит. И там достаточно будет просто прочитать письмо. Какие-то вещи даже не нужно будет комментировать, все будет совершенно понятно. Он начинает с «Приветствия». Причем «Приветствие» – это самое короткое по сравнению со всеми другими посланиями. «От Павла, ставшего апостолом не по решению людей и не благодаря человеку, но благодаря Иисусу Христу и Богу Отцу, поднявшему Его из мертвых». Вы помните, как мы с вами об этом уже говорили раньше, вы помните, что Павел постоянно защищает свое апостольство. «И от всех братьев, которые здесь со мной, церквам Галатии, милость вам или благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, отдавшего себя за наши грехи, чтобы освободить нас от власти того мира, в котором царит зло, и тем, исполнившего волю Бога нашего Отца. Ему слава во веки веков. Аминь». Он напоминает, что Иисус отдал себя за наши грехи. Он напоминает, сколь велика была та плата, которая нужна была, которая требовалась для оправдания нашего греха. Велика плата и велико действие. Велика действенность Христовой смерти, действенность Христовой жертвы. «Диву даюсь, что вы так скоро отступились от того, кто призвал вас по своей великой доброте или благодати, и решили следовать какой-то иной радостной вести. Нет иной вести. Есть люди, которые сеют у вас смуту, желая извратить весть о Христе». В стандартном сиадальном переводе, да и в греческом языке, два очень похожие слова. По-русски «иному Евангелию», которое, впрочем, не иное, а люди, которые и так далее. В греческом языке в первом случае слово «другое», но другое того же вида. Например, есть яблоко, есть другое яблоко. Есть Евангелие, есть другое Евангелие, но в принципе оно тоже Евангелие. А вот во втором случае слово «иное», слово «другое», которое используется в греческом языке, это принципиально иное. Есть яблоко, есть табуретка, но они принципиально иные. Есть Божие Евангелие, есть человеческие размышления. И вы, ребята, думаете, что просто ваше Евангелие чуть-чуть иное, оно чуть-чуть отличается, но в принципе то же самое. А Павел говорит им, народ, не то же самое. Другого Евангелия нет. Вы пошли не за Евангелием, вы пошли за людьми. Вы следуете не Божьему слову, а человеческому водительству, человеческому учению. И дальше он очень, очень суров. Если кто-то возвестит вам весть отличную о той, что была возвещена, даже если это буду я сам или ангел с неба, да будет он проклят, или да будет ему анафема. И он повторяет эту мысль еще раз. Если это случится, такой человек, такой вестник будет проклят. Ангел с неба, кстати, можно перевести, как и вестник с неба. Даже если я сам приду, или если вестник придет с неба и скажет что-то другое. Не то, что говорится в Евангелии. Не принимайте. Чего я добиваюсь? Одобрение людей или Бога? А может я хочу угодить людям? Но если бы я хотел, хотел угодить людям, я не был бы слугой Христа. Вопрос угождения. И он рассказывает о себе. Я хочу, чтобы вы знали, радостная весть, которую я вам возвестил, не есть нечто человеческое. И получил я ее не от людей, и не люди меня и научили, а Иисус Христос, который мне ее открыл. Он начинает защиту радостной вести. Он начинает защиту благой вести. И он говорит, первое, почему благая весть действительно благая, она не от человека, она от Бога. Я получил ее не от человека, а напрямую от Бога. И он продолжает эту мысль. Он говорит о том, что даже когда ради радостной вести нужно было противостоять людям, причем противостоять людям весьма выдающимся, таких как Петр. Я готов был это сделать. Вторая глава, одиннадцатый стих. Но когда Кифа пришел в Антиохию и открыто выступил против него, он повел себя предосудительно. До того, как туда прибыли люди от Иакова, он принимал участие в общих трапезах с бывшими язычниками. А когда те явились в Антиохию, пошел на попятную и отдалился из страха перед сторонниками обрезания. Знаете, ранние христиане, они были интересными людьми. Я, наверное, похож на ранних христиан. Я люблю покушать. Вот ранние христиане любили покушать. Часть трапезы любви, кстати, было и хлебопреломление, когда они преломляли хлеб и пили вместе это вино. Но они сидели, они возлежали, извините, они разговаривали о жизни, они молились, они делились свидетельствами, они рассказывали, что Господь делает среди них. И была такая хорошая трапеза. Но евреям с язычниками кушать нельзя. Вот приходит туда Петр в Антиохию. Смотрит, там такие дела. Все кушают вместе. Евреи и язычники. Ладно, говорит, тоже буду кушать. Вкусно ему. Хорошо ему. Лежит он такой, лежит. Вдруг смотрит краем глаза. Тень какая-то. Поворачивается на дверь. А там старшие братья. Из Иерусалима. И Петр, этот столб, этот великий апостол, говорит, обращаясь к язычникам, ребята, я не с вами. А что ты здесь делал? Да я так на стол накрывал. Понятно, что это такая несколько вольная реконструкция случившегося, но такая вольная реконструкция помогает нам провести мостики в наше современное бытие, когда мы делаем что-то, потом, причем делаем это с чистого сердца, с чистого побуждения, потом видим кого-то, нет, нет, нельзя, я неправильно делаю. И мы говорим, неправильно делаю, не потому что действительно верим, что неправильно, а мы говорим, а как бы про нас плохо не подумали. Расскажу маленькую ситуацию. В молодежных церквях очень принято, то, что по-английски называют give one another a hug. Это обниматься, но это вот такие легкие объятия, дружеские объятия, братские объятия, причем братья и сестры могут обниматься совершенно спокойно, это нормально, это непредосудительно. В российских традиционных церквях братья с братьями могут целоваться, американцы на это посмотрят, им покажется предосудительно. А братья и сестры, да, где-то можно, где-то нельзя. И вот как-то еще лет 10 назад приехал я в церковь Благодать, здесь в Курске, и иду по коридору, тогда был христианский колледж в церкви, и вот одна сестренка из нашей церкви, из Московской библейской церкви, тогда здесь была, мы с ней год не виделись, и она выскакивает на меня, ой, Олег, привет! А мы друг друга стиснули в объятиях конкретно. Я смотрю, стоит брат, такой пожилой, такой конкретный, возвышается серьезный брат. Он аж остановился на путях своих. Смотрит, а вы что, брат и сестра? Говорит, он несколько заикаясь, не ожидав такую наглость. Я смотрю на него, говорю, да, в господи. Он так говорит, ааа, и отошел. Я не знаю, что он при этом подумал, но у меня была другая возможность. Когда я понял, что он стоит рядом, я мог отстраниться. Так, 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 иди, иди на занятие. Это мы просто случайно друг на друга зацепились. Отстранился бы я не потому, что решил, что мой поступок неправильный, а потому, что кто-то увидит. Не дай бог, кто-то что-то подумает. Понимаете, если бы я отстранился, увидев неправильность своего поступка, это другой вопрос. 14 стих. И вот когда я увидел, что они уклоняются от прямого пути, то есть от истинного смысла радостной вести, я в присутствии всех заявил Кифе, если ты, еврей, живешь как язычник, а не как иудей, что же ты заставляешь язычников иудействовать? Зачем ты делаешь язычников похожими на иудеев? Апостол Павел говорит, говорит о том, вы должны быть верны радостной вести, вы должны быть верны Евангелию по нескольким причинам. И первая причина, первая глава, первый стих до второй главы 14 стиха. Первая причина заключается вот в чем. Радостная весть от Бога, от Бога, а не от человеков. Но есть и другие причины, и после 10-минутного перерыва мы к этим другим причинам перейдем. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова